На стороне одних молодость и юношеский задор, на стороне других многолетний опыт. Победа в первой товарищеской игре осталась за подопечным Виталия Пурева. Хоккеисты Саров Инвеста решили взять реванш и вновь встретились с ракетой на ледовой арене. Они более молодые, более шустрые, более быстрые, но не очень легко с ними играть. То есть приходится бегать много. И мы начали сезон буквально полтора недели назад, а они начали уже больше месяца назад. Став чемпионом первой лиги области в прошлом сезоне, хоккейный клуб ставит перед собой новую цель и усиленно тренируется. Кроме хорошей физической подготовки каждого спортсмена, важна и слаженность действий команды. В этом году мы планируем выступать в высшей лиге чемпионата области. То есть там уровень команд тоже посерьезнее. То есть посмотрим, проверим свои силы. Товарищеские матчи показали, чему на тренировках нужно уделить особое внимание. К тому же победный состав команды обновился. Несколько игроков выбыли из-за травм, другие – по личным обстоятельствам. Так один из лучших хоккеистов решил повысить профессиональный уровень и теперь защищает честь города на российском уровне. Михаил Румынин без нашей команды перешел в Хоккасаров играть в первой высшей хоккейной лиге. По остальным все те же самые. То есть подтянули молодых ребят, вот сейчас с нами тренируются. Посмотрим, будут ли готовы к сезону. Время усиленных тренировок не прошло даром. В этот раз матч завершился со счетом 6-4 в пользу победителя первой лиги области. Елена Грискова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24.